Несмотря на оказанную государственную поддержку, сумма которой равна почти 50 миллиардам белорусских рублей, предприятиям обеспечены выполнение далеко не всех показателей бизнес-плана инвестиционного проекта, рассчитанного на 2012-2015 годы. По словам представителей контролирующего ведомства, техническое переоснащение акционерным обществом было проведено на достойном уровне, а вот о стабилизации финансово-хозяйственной деятельности говорить пока не приходится. Не достигнуты запланированное значение по рентабельности реализованной продукции. Производственные мощности в преддении использовались на 47-79%. Выпуск хлопчатобумажной пряжи оказался на уровне 75%, а производство готовых тканей – 60% от плана. На сегодняшний день предприятие не вышло на производство тех объемов производства и реализации продукции и снижение себестоимости так, чтобы получить необходимую рентабельность. Соответственно, сегодня мы соберемся, обсудим все выявленные недостатки, резервы по снижению себестоимости, выработаем конкретные предложения, что еще необходимо сделать, чтобы в последующей пятилетке получить этот эффект от проведенной модернизации. Барановическое производственное хлопчатобумажное объединение – предприятие, градообразующее. Оно играет важную роль в формировании внутреннего валового продукта области. Инвестпроект по усовершенствованию производства был внесен в перечень основных проектов республики. В текстильном бизнесе высокая конкуренция, однако руководство предприятия уверено, перспективы развития у объединения есть. Была разработана программа по снижению себестоимости, пересмотрена работа с нашими как поставщиками, так и потребителями. На сегодняшний день обойдется достаточно большая работа по пересмотру продуктовой линейки. В общем, комплекс мероприятий разработан достаточно объемный и масштабный. Мы рассчитываем, что в 2016 году нам удастся выправить ситуацию. И все будет зависеть, конечно, от выполнения этих мероприятий. Не буду тут каким-то образом лукавить. Конечно, в первую очередь, зависит от реструктуризации каких-то финансовых наших задолженностей, поскольку ресурсы, которыми мы пользуемся финансовые, они на сегодняшний день пока дорогие. Недостатки и нарушения, выявленные в ходе проверки, должны быть устранены в ближайшее время. Конкретные предложения по исправлению ситуации были озвучены в ходе заседания коллегии контролирующего ведомства. К примеру, определены резервы по снижению себестоимости, а также меры по недопущению сверхнормативных потерь и непроизводительных расходов. Продолжение следует...